Демократия 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 И демократы в скором времени, я думаю, будут у нас и губернаторами, и будут работать в правительстве. Просто сложилась так ситуация, что в последние 10-15 лет, когда Путин и команда пришли во власть, был большой экономический рост благодаря высоким ценам на нефть. И это трудно отрицать. Действительно, мы стали жить лучше. К сожалению, эта модель экономики исчерпала. Но из-за этой модели у нас сейчас практически представлена всего одна партия и несколько ее сателлитов в парламенте. У нас практически нет свободных СМИ. И поэтому мы сейчас находимся в неравном положении. Как только мы будем в равном положении, мы сразу пойдем в парламент. Запрос на изменения есть. И рано или поздно он случится. Не в этот электоральный цикл, значит, в следующий. Вот, слушая Егора, надо, видимо, поставить неотличную оценку и даже не положительную так называемым демократическим силам. Почему? Потому что первое, что необходимо сделать, это объединиться. Потому что те, кто недоволен существующим положением дела, причем не властью недовольны. Так вот, на сегодняшний день людей, которые, в общем-то, считают, что необходимо сменить экономическую модель, в том числе представить в политической модели демократические силы. Ну, чтобы было понятно, что есть сегодняшние те, кто находятся у власти, значит, должны те быть, кто их должны критиковать. То есть оппозиция. Давайте назовем не словом демократия, окрасим вот то, что мы сегодня говорим, а словом оппозиция. И, соответственно, предлагайте пути, которые можно на сегодняшний день реализовать для того, чтобы народ жил лучше. Я считаю, что на сегодняшний день две задачи стоят. Первая задача – это повышение покупательной способности населения, которая, в общем-то, снижает. И вторая задача – это создание рабочих мест не виртуально, как нам говорят, а на том месте, где люди живут. Я еще раз повторяю, что необходимо нам создать консолидированную оппозицию. Ну, значительная часть населения и их желания вполне выполняют и находящиеся у власти партии. Проблема в том, что значительная часть населения свои интересы до конца рационально не воспринимает. Сейчас, на самом деле, вопрос стоит в том, что важна действительно непартийная преднадлежность. И при этом вопрос не об объединении, не только в объединении. Вопрос в том, чтобы решить вопросы объединения и конкретные работы на конкретном, например, региональном уровне. Уже не так важно, кто возглавляет и какую партию на уровне федеральном. Важно, как мы здесь можем сказать, какие интересы наших с вами сограждан действительно волнуют и каким образом мы их можем сформулировать, предложить и наметить механизмы их реализации. Так, ну, давайте сейчас прокомментируем, наверное, уже постороннему, да, такому внепартийному нас наблюдателю. На сегодняшний день мы должны констатировать следующее. Это отсутствие полностью системы сдержек и противовесов, которых просто на сегодняшний день нет. Но есть другая система, которая работает. Это система сделок и компромиссов. Понимание того, как это будет работать в нынешней ситуации, предвыборной ситуации, пока нам очень много непонятно. Хотя, можно говорить словами Льва Дмитриевича Гудкова, что он допускает появление в новой версии парламента, появление там независимых депутатов, вполне вероятно и вполне ожидаемо. Возможно, Кремль решил таким образом сбросить балласт. Возразив Льву Гудкову, я бы усомнился, что нынешний состав парламента будет представлен хоть одним действительно реально оппозиционным депутатом. Мне очень понравились слова Геннадия Шибарова, самые первые, что демократическая партия ориентируется на ценности. Я думал, дальше он продолжит. А власть ориентируется на инструменты. И когда она узурпировала все инструменты, в том числе инструменты электоральные, она вполне может наплевать на ценности, на интересы, на все, что угодно. Поэтому, мое личное мнение, нынешняя власть, несомненно, сменится рано или поздно, но нынешняя власть сменится не путем выборов. Как бы там ни было, власть все равно ориентируется на общество. И время от времени она вынуждена, будем говорить хотя бы даже такими простыми словами, выпускать пар. Совершенно очевидно, что сегодня вот та ситуация, когда пар надо выпустить. А выпустить его можно только одним способом – обеспечить представительство оппозиционных сил в парламенте. Ну и, естественно, власть, конечно, заинтересована в том, чтобы все-таки это была такая конструктивная позиция. Вот так скажем. Как таковых устоявшихся политических партий их нет. На сегодняшний день все-таки есть спектр интересов. И вот этот спектр интересов разделили. Но те партии, которые являются сегодня парламентскими, они вне всякого сомнения ориентируются на определенные интересы. И поэтому, конечно, избиратели охотнее за них голосуют. Но вот сегодня шанс предоставлен, в том числе благодаря, так сказать, или власть вынуждена, так сказать, пойти на это. И, безусловно, те, кто понимают, что что-то происходит с нашим обществом не так, и мы идем не туда, они, конечно, должны сегодня предпринять все усилия для того, чтобы хотя бы вот этот первый шаг сделать. Ну вот, говорить про слово «позиция», да, у нас действительно слово «позиция» сейчас приобретает несколько такой, ну, отчасти даже криминальный характер, я бы сказал. Хотя, допустим, в той же Англии, да, которая вообще-то королевство, да, и она, ну, с парламентской системой, которой там столетие уже, там даже есть термин «позиция его величества», да, то есть это, ну, как бы такой конституционный такой, в общем-то говоря, и очень значимый такой элемент именно британской демократии. Собственно, ну, я тоже надеюсь, что мы к этому и придем рано или поздно, но пока, в общем-то, наверное, мы довольно далеки. А вот есть еще одно мнение. Я бы хотел вернуться вот к первоначальному вопросу, почему все-таки демократические идеи так упорно не приживаются на российской территории. И очень часто, кстати сказать, этот вопрос адресуется именно представителям демократических партий, что не всегда справедливо, поскольку, ну, если не предусматривает, то намекает на какую-то их внутреннюю ущербность, что ли, что они не могут собрать необходимого большинства или необходимого количества голосов для того, чтобы пройти в парламент. Вопрос даже не в текущей политике и не в характере той власти, которая сейчас у нас у всех есть, а в первую очередь в состоянии нашего общества, о чем совершенно справедливо говорил кандидат Шишибаров. Я бы тоже это подчеркнул, что вот тот длительный послереволюционный период привел к тому, что искоренены были всякие убеждения. В первую очередь религиозные, твердые политические убеждения, индивидуализм во всех его формах. И это, естественно, не могло не сказываться на кадровом составе общества. Поэтому я думаю, что здесь нужно с известной долей понимания к этому делу относиться и все-таки надеяться, что та часть общества, которая сейчас находится в подавляющем меньшинстве, сумеет с учетом даже вот такой сложной, но в то же время изменившейся ситуации, получить необходимое представительство в Государственной Думе. Мы здесь сидим, люди, которые занимаются политической работой. Философское начало какое? Философское начало – это объединиться не против Путина, не против существующей власти, объединиться для того, чтобы демократическим путем, вот здесь появляется слово «демократия», прийти к власти. Мы не можем по-другому, ведь те люди, которые находятся у власти, как угодно мы о них и что угодно можем говорить, они молодцы. Они очень грамотно реализуют свои возможности. Они расставляют на всех участках тех людей, которые их устраивают. И вы правильно говорите, что у нас произошло снижение и интеллектуального уровня и так далее. Так философия заключается как раз в том, именно стратегия нашей деятельности, что мы должны понимать, что для того, чтобы мы пришли к власти, мы должны вот в этом составе, повторяюсь уже второй раз, не просто встречаться в студии, а именно формировать группу людей, которые в том числе и прежде всего будут приходить к этой власти в противовес. Вот в чем философия должна быть. А у нас сейчас политических партий, ну, количество не пересчитать. Посмотрите, какая электоральная масса приходит на выборы, какая не приходит. Люди молча перестали ходить голосовать. Это не меньшинство. Поэтому вот этих людей как раз мы и должны представлять. Еще одно мнение. Я считаю, что нельзя и невозможно, в принципе, выиграть у кроточного шулера. Когда условия выборов становятся неприемлемы для него, а именно для той правящей элиты, которая находится сейчас у Латвии, оно просто с помощью тех инструментов, которые у него есть в руках, а именно Государственная Дума, вносит поправки в законодательство. Наглядный пример. Раньше был кандидат против всех. Теперь его не стало. Раньше был порог явки на выборы. Теперь его не стало. Мы к чему двигаемся? К тому, чтобы максимально создать условия, де-легитимизировать, извините, легитимизация есть, такое понятие. И мы пытаемся сделать выборы максимально нелегитимными по своей сути. То есть максимально отодвинуть от участия граждан в этих выборах. Придет один человек, проголосует за одного кандидата, и выборы будут считаться состоявшимися. Как бы там ни было. До тех пор, пока не будут действенные механизмы в законодательстве, а их не будет до тех пор, пока не будет представлена демократическая коалиция, мы ничего не сможем сделать. Замкнутый круг. На мой взгляд, все-таки, вот, надо, понимая, что вот такое происходит, это происходит, надо все-таки находить своего избирателя. Ведь помимо выборов все равно, это тоже объективно, вот, скажем, на сегодняшний день у Яблока, вот, соцопросы различные проводятся, не очень большая аудитория, так будем говорить, или электорат, как сейчас говорят. Надо идти к избирателю, и тогда, когда он поверит, голосов будет больше, я однозначно уверен. И понятно, что есть сложности определенные, но вот, все-таки, мой подход, несмотря на все эти сложности, надо не оправдывать, вот, свои проигрыши, а все-таки идти, двигаться как-то вперед, тогда, возможно, что-то получится. Я предлагаю провести один эксперимент. Надо участвовать в выборах, вот, чтобы доносить свои идеи, особенно в этот период, когда проходят выборы, особенно думские, федеральные, вот, как говорится, в этот период открываются политические чакры у избирателей, и они готовы воспринимать эту информацию. Поэтому даже если кандидат не наберет, там, достаточно голосов, чтобы занять первое место, по крайней мере, он донесет позицию свою, вот. Тем самым он просто расширит свое электоральное поле. В выборах надо участвовать. Эксперимент будет заключаться в том, что, сейчас я буквально одну фразу, посчитаем, сколько процентов голосов избирателей возьмут не прошедшие в парламент партии. И мы увидим, что это значительно больше 5-процентного барьера. Это показатели. Ну, это то, что вы говорили про то, что надо, может быть, объединяться каким-то образом, да? При всех своих симпатиях, а я вынужден упомянуть, чтобы быть объективным, что я и сам член партии «Яблоко», хотя и не активный, к сожалению, я все-таки думаю, что не стоит переоценивать желание текущей власти, чтобы все политические силы были представлены в будущем составе Государственной Думы. Если «Яблоко» наберет 6, а не 7%, то никто вот этот недостающий процент в избирательные урны заталкивать не будет. Это нужно ясно понимать. Если будет, скажем, не 4%, а 3 или чуть меньше, тоже никто не будет добавлять ради того, чтобы «Яблоко» имело на предстоящие 4 или 5 лет государственную поддержку. Поэтому, безусловно, мобилизация электората здесь необходима своего, и в этом смысле задача проще, чем она была на последних выборах в Государственную Думу. Есть объективная ситуация, которая позволяет эту задачу решить проще. Мне кажется, нужно этим максимально воспользоваться. Вы знаете, я бы поспорил со своими коллегами с той точки зрения, что не надо впадать в иллюзии. Партия, политическая партия существует не для того, чтобы участвовать в выборах. Выборы – это срез какой-то предыдущей большой работы. Основная работа любой нормальной партии должна находиться между выборами. На самом деле, если сейчас отбросить все иллюзии и подумать, вот сейчас надо готовиться к следующим выборам, которые, надеемся, будут через 5 лет после этих. Но для того, чтобы участвовать в следующих выборах нормально, надо к этим выборам хорошо подготовиться, провести и все сделать. Нам надо сейчас работать и доносить до людей наших потенциальных избирателей, тех, кто на выборы не приходит, тех, кто на выборы не приходил никогда и тех, кто не приходит уже долгое время, потому что чувствует глобальное разочарование, как раз для того, чтобы они туда пришли. Даже на самом деле не так важно, что здесь мы представлены или что-то делаем с конкретным опытом работы или какие-то конкретные партии. Вопрос в том, что у этих людей есть свои конкретные интересы и достаточный уровень культуры и образования. Мы не случайно очень часто обращаемся к российской интеллигенции. То есть это люди, у которых есть свое представление об окружающей действительности и мире через ценности, через интересы. Но, тем не менее, они могут реализоваться на выборах в весьма эффективном формате. Пусть это будет хотя бы небольшое представительство рационально мыслящих, здравомыслящих людей, демократически настроенных. Давайте еще дадим слово Александре Федоровне Налобиной. И на этом вот эту философскую часть пока, наверное, закончим. А потом у меня просто будут практические вопросы уже к кандидатам. Да, я хотела бы сказать о том, что явка на выборах очень низкая. И для никого это сетерез, что большинство электората просто не приходит, потому что считают, что все равно будет посчитано так, как нужно. Основной аргумент, тот, кто не пришел даже среди моих знакомых, они говорят, а зачем идти? Все равно будет посчитано так, как нужно. И я не пойду, я не хочу участвовать в этом, все равно от меня ничего не зависит. Вот переломить эту ситуацию мы можем только когда мы скажем о том, что вы не правы. Что изменится ситуация, если вы придете и проголосуете за себя, а не отдадите голос тому, по математическим подсчетам, что если ты не пришел, то значит повысился процент того, кто пришел. Поэтому зависит все от того, как оппозиция объединится на этих выборах. То есть говорить о том, что ничего не меняется. У нас есть выборы. Мы можем этим инструментом пользоваться. Сменяемость власти по нашим законам возможно. И поэтому вот если мы объединимся, то мы покажем, что в общем-то оппозиция это сила. Ну я еще добавлю, что оппозиция ведь в общем-то не обязательно то, что именно надо сменять власть. Но когда представлена позиция в парламенте, то просто легитимность этого парламента выше, она значительно выше. И тогда то, что он принимает, уже не так воспринимается, может быть, враждебно в обществе, как вот некоторые были истории. Оппозиция это по сути функция обратной связи. Это прежде всего, как первичный вариант, это функция обратной связи. Как только вы решили всю эту оппозицию, у вас нет обратной связи. И законодательный орган начинает работать эффективно. И он начинает вынужденно. Причем даже обвинять власть в этом трудно. Почему были, извините, может как-то шуты у королей и так далее. Но ведь при дворе, извините, короля Франции шут был виконт. То есть шут был дворянин. Это специально был человек, который, в общем-то, имел право сказать. И обязан был это делать. Я не говорю, что оппозиция должна быть шутом. Нет, это обратная связь. Ну вот здесь сидят люди, которые собираются работать, в общем-то, в парламенте. Другой вопрос, получишь у них или нет. Давайте спросим, а зачем вы туда идете? Ну, у каждого просто, да. И начнем вот с Сергея Бойко. Зачем вы идете в парламент? Ну, чтобы получать зарплату в 400 тысяч. На самом деле, в этом электоральном цикле я в парламент не собирался. Для меня участие в этой кампании – это в большей степени поддержка партии «Яблоко» и ее списка. Я считаю, тем не менее, что в выборах участвовать надо. Но дело в том, что если не участвовать в выборах, то это мы просто признаем некую автократию в стране, отказываемся от борьбы, уходим и подтверждаем точку зрения, по которой нас постоянно власть стигматизирует, что оппозиция хочет революции, бойтесь их, они преступники. Тем не менее, мы не готовы сейчас отказываться от борьбы. И в условиях, когда у нас есть партия, допущенная к участию, партия в той или иной мере представляющая оппозицию, то надо, конечно, действовать в рамках поддержки этой партии. Спасибо. Геннадий Алексеевич. Я как раз отношусь к тем, кто на выборы не ходил. Я последний раз вообще ходил голосовать в 1996 году. То есть фактически 20 лет я на выборы не ходил. Я в 1996 году голосовал за «Яблоко», но после этого я… А на парламентских выборах? Да. Я больше не ходил ни в одних выборах, не принимал участие, не голосовал. Сегодня я решил идти. Значит, все-таки вот мой пример хотя бы – это показатель того, что что-то меняется в обществе. Потому что, ну вот я самодостаточный человек, всегда старался быть автономным достаточно, как можно меньше зависеть от государства. Профессия у меня такая вот, адвокат меньше зависит от государства. Но сегодня я прекрасно понимаю, что жизнь наша меняется не в лучшую сторону. И мы фактически подходим к некому тупику. И если сегодня вот просто каждый будет, так сказать, продолжать жить самодостаточно, мы можем вот зайти не туда, куда надо зайти. Поэтому вот я своей собственной шкурой почувствовал, что все-таки надо из своего вот этого комфортного, значит, обособления выбираться. И я согласился вот после переговоров с «Яблоком», я согласился участвовать в этих выборах. И, естественно, я буду вот те знания, опыт, которые у меня есть, применять все-таки к тому, чтобы наше законодательство становилось эффективным и качественным. Я тоже отдаю себе отчет, что вероятность того, что я могу стать депутатом Государственной Думы, крайне мала. Тем не менее, участие в выборах я рекомендован ко второму месту в региональном списке партии «Яблоко». Это возможность не только заявить о определенных позициях, о которых на самом деле практически никто не говорит. Это возможность на достаточно нормальном интеллектуальном уровне представить позицию самой значительной, по сути, единственной настолько долго существующей демократической партии в России. Партия «Яблоко», как бы она ни была устроена, как бы ее многие не воспринимали как малоэффективную политическую силу, тем не менее, это партия с огромными традициями. И принципиально важно, что сейчас у партии «Яблоко» есть действительно по-настоящему серьезный шанс. Сформировать фракцию в Государственной Думе. И есть возможность, чтобы представители новосибирского списка от партии «Яблоко» тоже попали в Государственную Думу. Что, на мой взгляд, не менее важно, чем вообще возникновение фракции партии «Яблоко» в Государственной Думе. Я считаю, что все шансы для получения демократского места у партии «Яблоко» есть. Абсолютно с этим согласен. Кроме этого, я не понимаю, как можно начинать бороться на выборах, не веря в какую-то победу. Однозначно, да. Кандидаты у нас очень хорошие, в частности, по 137-го круга, господин Карелин, который имписящий чемпион. Но я считаю, что в парламенте должны быть представлены профессионалы, которые понимают, что происходит в стране. Я сам являюсь кандидатом экономических наук и практически, в общем-то, реализовывал свои знания. Поэтому я вижу те вещи, которые необходимо реализовывать, и в том числе эти вещи будут реализовываться через первый номер, который я не сомневаюсь, что пройдет. Для этого все шансы есть. Но на сегодняшний день я считаю, что у нас стартовые возможности значительно более эффективны, чем были даже в 2003 году, когда партия «Яблоко» набрала, по-моему, в районе более 9%. Так что шансы очень предпочтительные. И абсолютно правильно сказал о том, что сейчас ситуация, она очень оптимальная для победы. Но вам еще придется сразиться не только с Карелином, но, я так понимаю, с Егором Савиным, да? Нам с Егором Савиным придется сразиться с Карелином. Я думаю, это будет правильно. Ну, если вы... Вы, кстати, будете голоса растаскивать же, да, друг друга, я так понимаю? Ну, это у нас просто такая традиция. В прошлом году тоже «Яблоко» выставляло на мой округ человека. Не победил никто? Ну, это само собой. Я вообще вижу свою задачу следующую. Сильная страна – это когда наши города и поселки являются сильными. Деньги и полномочия муниципалитеты. Деньги должны оставаться там, где они зарабатываются. Нас несколько лет назад лишили возможности выбирать мэров городов. Оставили только Новосибирск и Кольцово, по-моему. Вот. Это неправильно. Люди имеют право ошибаться, но они имеют право выбирать себе городоначальника. Вот. Поэтому деньги и полномочия в города, в муниципалитет. Спасибо. Ну, вот, как мы видим, сколько людей, столько мнений, да, что называется. Вот все вроде бы представители одного демократического спектра, но в то же время, ну, в общем-то, разные у всех мнения, разные взгляды. Но, не знаю, будут ли кто-то здесь представлен в парламенте. Желаю всем всяческих успехов на этом нелегком поприще. Ну, а так или иначе, ну, видимо, взгляды такие, то, что называется, демократическими, должны все-таки существовать, поскольку их разделяет достаточно большое количество людей. И, наверное, как-то они должны быть представлены в законодательной власти. Вы смотрели студию 49. Я Сергей Никитин. Смотрите нас по воскресеньям в 9 часов вечера. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok